Вот, на самом деле мы заготовили несколько вопросов, но, может быть, у вас есть тоже какие-то интересующие, и будет здорово, если вы тоже поделитесь своим мнением. Вот, первый вопрос про то, где и как вы ищете статьи, если вот вам понадобилось изучить какую-то тему, куда вы идете в первую очередь и как находите то, что вам нужно. Настя, может, у тебя есть ответ. На самом деле у меня такой читерский ответ. Часто интересные статьи мне скидывает Лена. Вот, ну или находят у нас, кстати, вот в чатике есть, ну, там у нас опять ссылочка внизу, есть, в общем, закреп со статьями. Лена периодически туда добавляет, я там что-то туда добавляю, либо еще кто-то. Есть там, типа, вкладка Туриты, там тоже много есть статьи интересных, часть из них, возможно, устарели, но статьи устаревают быстро, это не значит, что их не надо читать. Вот, ну, еще бывает, если, в общем, допустим, я хочу решить какую-то задачу и прямо с такого решающего счета жесткого подхода, чтобы прям обзор методов произвести, то, наверное, какими-то ключевыми словами, там на самом деле с опытом приходят, как их нужно подобрать, иногда не получается. Вот, и обычно находишь, круто, если найдешь обзорную статью, и потом уже просто по ней идти, но получается по-разному. Вот, в основном, не знаю, поиск на архиве хорошо работает или нет, но часто просто в Гугле, если бить ключевые слова, то можно, не знаю, архив добавить, можно найти что-то полезное. Вот на Хабре часто, кстати, обозревают статьи полезные, там прикладывают ссылки, и там тоже можно найти. Это был мой лайфхак, когда в конце поиска приписать архив. Вот, может быть, у кого-то в зале есть свои, как поделиться. Спасибо. Зависит от того, для чего нужно найти статью, в принципе. Если нужно для обзора, то можно пойти в какие-то большие журналы, вроде Machine Learning, или посмотреть какие-то журналы по конференциям, типа ICL, и попытаться там что-то найти. Но они очень часто либо слишком сложные, либо не очень соответствуют теме. А если хочется прям что-то конкретное найти, то есть лайфхак, можно пойти на дата-завтрак к умным людям, спросить, что вы знаете про это, и они скинут тебе ссылку на статью, прям классно. Вот. Реклама дата-завтрак. У меня еще есть, это я год назад на Хэллоуине рассказывала тоже, у меня утро начинается с того, что я открываю архив со статьями по компьютерной лингвистике и просматриваю, что вышло за прошлый день. Вот. И так мои студенты и коллеги получают разные статьи внезапно. Да, у нас просто еще вот часть чатов раньше была. Ну, то есть, допустим, если я тоже нахожу какую-то статью там случайно, то я тоже скидываю там, не знаю, сейчас коллегам, если вдруг находится время и как-то там все совпадает, то тоже могу там спокойно всем в чатике заспамить, типа, тут вышла статья, вы, по-моему, тоже самое делаете. Да, да. Потому что особенно студенты, они всегда занимаются определенной темой, причем, ну, как минимум год. Вот. И такие бывают триггерящие статьи, которые всегда скидываю. Может, еще кто-нибудь хочет поделиться? Ну, вообще, я думала, кто-то скажет. Я статьи обычно на этой Google Академии или Google Scholar ищу, потому что просто в Google забивать, там начнутся какие-нибудь сайтики, где информации ровно один абзац. А в Google Академии как раз именно статьи научные выдаются. Ну, в общем, я так искала. А еще я один раз решил попросить чат GPT выдать мне статьи. Ну, так, чисто по фану, не делайте так. Она придумала статьи. А она придумала, прям написала несуществующие названия статей? Ну, вообще, честно говоря, мне нужно было просто в диплом что-нибудь на русском языке по теме, потому что у меня был весь список литературы на английском. Я думаю, ну, пойду, чат GPT спрошу, что она про это знает. Она мне там выдала 10 статей. Я начала их гуглить, а этого просто не существует. Я потом тоже хочу. В прошлом году я писала курсовую работу по мат-статистике, и там была достаточно узкая тема, связанная с определенными методами. Ну, я хотела найти какие-нибудь статьи, вот желательно тоже на русском языке, связанные с этой темой. И после запроса в чат GPT он придумал абсолютно названия статей, которые связаны с какой-то переформулировкой этой темы, и больше ничего, ну, естественно, он не знает ничего более подробного об этой теме. И самое забавное было, наверное, фамилия авторов, потому что они все были там П.В. Петров, А.И. Иванов и тому подобное. Вот ты написала, а таких статей не существует. Она начинает извиняться, выдает еще 10, и их опять не существует. Я вообще готова выступить как хейтер генерирующих языковых моделей, ну, серьезно, я не понимаю, почему люди так на них полагаются. Вокруг, вот я тот самый человек, который до сих пор ни разу не пользовался чатом GPT. Ура! Я не одна, это так приятно. То есть очень странно, почему все думают, что она классно работает, потому что ее ответы похожи на верные, или почему? Знаю, у меня был опыт, когда я просила чата почитать какие-то конкретные статьи, ну, надо, ну, тоже несколько статей быстро как-то просмотреть, понять, что мне надо, что нет, и довольно нормальные, хорошие, там, да-да-да, так же здесь проблем нет. Даже можешь просить, типа, даже не копировать, все, просто почитай вот эту статью, читай, и в этом случае это очень сильно облегчает жизнь, так что я не настолько... Не, я понимаю, но просто я, когда последний раз удивилась, буквально несколько дней назад, когда я спросила одногруппников, как они делали домашку, почему именно такие приняты решения там, и мне скидывают скриншот разговора с чатом GPT, и говорят, ну, вот, вот поэтому я читаю, думаю, а вот если даже почитать определение наше, которое нам дал лектор, то можно понять, что в понимании чата GPT, в понимании нашего лектора построение в пространстве — это, ну, разные вещи. Иногда, я не знаю, мне удавалось как-то все-таки просить чата, почитать некоторый список статей, которые реально существуют, довольно в специфической области, и потом как-то ввожу в курс дела, и потом нормально как-то дискутировала с ним на... И он как-то умный достаточно, вещи мне там... Ну, как это... Такое, вам было жалко, что вот буквально было просто... Мне надо было сначала ввести в контекст, там, в курс дела, и потом это нормально какие-то... Это, в общем, да, спасибо ему, собственно. Так что можно иногда так пользоваться, я не знаю. Я не из этого, как бы, домейна. Я, ну, как бы, работаю в науке, защитил диссертацию, которая аналог кандидатской нашей, и у меня это, ну, более-менее ежедневная работа, только с машинлёрнингом пока особо не связанная. И вот про Google Скоро было сказано, это как бы рабочий, надёжный инструмент. То есть чаще всего, если какой-то есть действительно вот обзорная статья, просто от неё читаются, смотрятся, на кого ссылались, и дальше вот этот вот кубок, дерево это внутрь можно разворачивать. Есть ещё и ResearchGate, это если вот что касается... Я не знаю, там, по идее, про машинлёрнинг тоже уже есть. Это ещё удобнее, особенно если у вас есть какой-то горизонтальный связи, какой-то этот нетворкинг, то вы, возможно, подписаны на людей каких-то из области, занимающихся какими-то вещами, и там это более такой, я бы сказал, более актуально, потому что быстрее доходит новое. То есть какую-то новую публикацию человек выпустил, на ResearchGate, как правило, она быстрее появляется, чем Google Скоро её отиндексирует. Ну и в итоге мой workflow выглядит так, что у меня есть, я не знаю, сейчас много альтернатив есть из Атера, наверное, кому-то известный, есть Менделей, и у меня как бы есть по той же диссертации 200 этих цитирований, они как-то объединены, у меня есть к ним комментарии. Я это всё постепенно пытаюсь сейчас перевести в Obsidian, если знаете, такая Markdown-история, нечто вроде Notion, но только локально и на стероидах немножечко. Там есть, кстати, интересные моменты, что вроде как есть плагины, которые сейчас ГПТ добавляют. А по факту можно сделать собственную внутреннюю антологию в виде Markdown-файлов. Туда очень хорошо интегрируются всякие вещи, типа из Тель-Кастена, если вот кто слышал, такая атомарные записи и как бы создание собственной вот такой антологии. И вот это вот очень неплохо всё работает в связке. Я всё думаю, как-нибудь это, ну для своих студентов в том числе, сделать, не знаю, там какой-нибудь стрим-видос, выпустить про цифровые инструменты современного учёного, потому что в науке реально сейчас такая интеграция с IT, что можно писать статью в Атехе, коммитить это в гид-репозиторий, туда же прикладывать какие-нибудь юпитиловские, питоновские ноутбуки, всё это там увязывать ещё какими-нибудь Markdown-файлами с какими-то данными, метаданные использовать, там всякие ямы, эти, кто там, джессоны, XML, то есть очень-очень много сейчас вещей, которые как бы здорово интегрируются, и я вот просто хотел свои пять копеек ставить именно с позиции человека, который на это смотрит как бы со стороны и приценивается, как можно с этого выиграть в моём собственном домене. Но вот, пожалуй, да, Google Score, ResearchGate, как бы я порекомендовал. Ну и потом факт в том, что часто у вас есть Digital Object Identifier, вот этот тот самый DOI, если он у вас есть, то, я не знаю, как это корректно- некорректно сейчас упоминать в текущей ситуации, но есть SayHub, о нём все знают, и я делал спирантуру в Париже, и там тоже все знают, и, в общем, как бы факт в том, что все им пользуются, и, ну, типа, даже если говорят, что не пользуются. Вот, пожалуй, всё. Спасибо большое. Я, наверное, тут последнее добавлю к дискуссии девушек. У нас, наверное, на прошлой или на позапрошлой неделе как раз один из участников, Антон, присылал ссылку, ссылку не помню, в своём разборе он точно показывал инструмент, в который загружаешь статью и задаёшь вопросы по этой статье, и она отвечает. Наверняка это тоже GPT-based, модели там, вот, но выглядело прикольно. Не на все вопросы она ответила. Вот спрашиваешь там, что с датасетом было, и спикер такой, а я не помню, а сейчас мы спросим. Вот, и так искали информацию в статье. Часто название может быть обманчивым, это прям, мне кажется, суперчастотный случай, что, конечно, стоит свою статью называть как-то красиво, как-то, ну, там, не знаю, с какими-то ключевыми словами, но, ну, на моём опыте на несколько статей прям, ну, то есть, вау, название, а внутри ничего, это прям, ну, то есть, повторяющаяся история. Вот. Часто смотришь на, по-моему, мы даже на своём семинаре выводили какую-то зависимость от, как бы это там, не знаю, плохо не звучало, от компании, от каких-то, ну, то есть, всё равно есть какое-то разделение, где вот, ну, у людей прям стиль статей один и тот же, и, допустим, там, не знаю, те, кто вообще никакие технические под... То есть, нужно понимать, зачем мы читаем статью, если нам нужны какие-то технические подробности и воспроизводимость, то есть, там, не знаю, часть каких-то компаний, лабораторий, которые вообще ничего не указывают и просто, ну, мы там, ну, там, с GPT, какой, четвёртый, наверное, так было, что, или третий, в которой, там, в техникул-репорте просто пустота, вот, ну, и непонятно, как это использовать. Вот. Я обычно, не знаю, ну, если это достаточно узкая область, в которой ты конкретно задачи находишь, то всё равно я, там, не сразу начинаю сначала читать, я, там, не знаю, посмотрю какие-нибудь, там, графики, таблички, там, сравню с другой статьёй, с похожей, на что они ссылаются, а потом уже, там, какие-то детали заходить. Наверное, так. Я не стесняюсь предвзятости, я часто фильтрую статьи по компаниям, но от Гугла, скорее всего, будут хорошие, ну, как бы, я изначально к нему так отношусь. Ещё есть статьи, у которых форматирование странное, я их тоже сразу отбрасываю почему-то, ну, извините, пожалуйста. Вот. По компаниям, в общем, я часто отбираю. Ещё. У нас как раз, по-моему, последний доклад был очень эмоциональный, можете посмотреть. Там человек просто разнёс в пух и прах какую-то статью. Вот. Но такие вещи, видимо, узнаются, когда уже идёшь вглубь статьи и понимаешь, что там совсем какая-то нерелевантная информация, не так, что тебе нужна. Вот. Но мой основной ответ на этот вопрос, я по компанию сужу. Ещё вот вспомнила, что часто смотрю, есть ли ссылки. То есть, если у меня там, ну, есть какой-то набор статей, и их там, не знаю, больше пяти или трёх хотя бы, то смотрю, если есть гитхаб, потому что, ну, если мне нужно какую-то там техническую подробность выловить, и нет гитхаба, ну, очень интересно сейчас формула будто, да, на питоне всё с нуля реализовывать. Вот. То есть, часто если гитхаб, и насколько она подробно вообще выглядит, и насколько, там, не знаю, бывают статьи, там просто полотно какое-то на сорок страниц, ну, и, ну, я к ней возвращаюсь, мне кажется, только уже в каком-то отчаянии, когда не нашла что-то в других, там, статьях, вот. Ну, мне всё просто, посмотреть, есть ли там картинки и схемы. Ну, потому что, как бы, если тебе нужно разобраться в каком-то пайплайне, и они его не нарисовали, ну, шансов значительно меньше. Поэтому, вот, реально, я смотрю, если прям просто полотно текста, вообще никаких иллюстраций, и чтобы хоть как-то это понять, ну, без шансов, я не буду это читать. Я хотела спросить статьи, каких компаний лучше не читать, но, наверное, на этот вопрос не ответят, да? У меня нет полного списка этих компаний. Ну, точнее, у меня противоположный ответ. То есть, если это Google Open, AI, какие-то мировые ведущие компании и университеты, то, как бы, я их точно не вычеркиваю с первого раза. Вот, бывают малоизвестные университеты, это, как правило, у которых странные форматирования. Вот. Ну, и на самом деле, помимо компаний, еще есть разные конференции, то есть, если эта статья опубликована в конференциях ACL любых, то, ну, скорее всего, это достойная статья. Те же самые там New Rips и так далее. Хотя вот тоже про New Rips идут споры там ежегодно, ну, сколько статей принимается по несколько тысяч, и тоже встает вопрос о том, хорошо ли их про ревью или нет. Вот. Поэтому это, конечно, неоднозначный критерий. Вот. Но, в общем, статьи, которые написаны ведущими компаниями, которые у всех на слуху, я одобряю. Для меня очень важным является посмотреть на структуру статьи, то есть, там может быть, конечно, очень полезная и важная информация, но если там разделы никак друг с другом не связаны, и опять же, это может быть полотно текста, может быть, и с графиками, но если не совсем понятно, как оно все друг с другом связано, то это тоже не самое приятное для чтения статья. Но опять же, я немножко тут сдвинулся в понимание. Я так понимаю, статьи идет речь в общем, не peer-reviewed papers, то есть, не более общие. Но вот если касательно именно статей академических, то мне очень понравился ответ про картинки, потому что несмотря на то, что мне как бы иногда нужны все эти самые там повод на формул, реально вот мне вспомнилось это вот обсуждение, как у нас в аспирантуре у нас был замечательный профессор, и он вел курс writing to be written published. То есть, мы там с обратной стороны, не чтение, а написание, как написать статью, которую люди будут читать. А? А, есть такое? А, ну, ладно, я тогда быстренько переформулирую. По сути, он нам очень классную идею подал о том, что должна быть фрактальная структура, но чтение статьи должно быть линейное. То есть, у вас есть там принцип introduce, present, conclude, discuss, conclude, и вот этот принцип, он должен быть у вас в каждом параграфе, внутри структуры всей статьи, и вот он как бы должен таким фрактальчиком проявляться все в меньшем и меньшем масштабе, и вот, ну, действительно, если у статьи хорошая структура, если у нее соотносится title и abstract, то есть, вот как раз речь о том, что частенько title можно там такой нарисовать, что ты такой, ну, все, здесь вообще вся мудрость этого, а потом выясняется, что там как бы, ну, такая завлекавочка, кликбейт, и вот это очень неплохо проверяется просто соотнесением title и abstract, и потом следующий шаг, действительно, я смотрю, ну, то есть, фактически у меня на статью 50% времени уходит на подготовку графики, но потому что у меня, ну, как бы, специфика такая, что нужно представить данные, визуализация, это очень важная часть, но в целом это относится и вот к каким-то пайплайнам, флокфорам, то есть, если человек, автор статьи действительно потратил много времени на то, чтобы эту информацию визуализировать, как-то, и донести наглядно, то, скорее всего, информация стоящая, вот. А про кликбейтность заголовков, я не знаю, в физике есть такое или нет, в IT сейчас очень часто какие-нибудь картинки в заголовок вставляют, типа эмодзи или прям картинки, вот у Яны как раз была такая статья, там прям русалочка, да, была в заголовке. В Латехи, да, судя по всему, да. Ну, в общем, ну, в любом случае, но вот у нас такая уже частая история становится. Нет, можно-то я литроградом покажусь, ну, просто прочитать сперва, собственно, абстракт, а потом конклюжен, это сейчас не работает уже, да? То есть у нас, конечно, есть Кирилл Пенигин, которого ты, наверное, знаешь, который скажет, ну, ты спроси, типа учат ГПТ, он тебе расскажет, стоящая статья или нет. Вот, но это для меня, наверное, сильно прогрессивно пока что, я не знаю. Вот, и, кстати, если переходить уж к теме иконок, что потом их кто-то там где-то не нашел, можно, не знаю, наверное, к один с кем сгенерировать. На самом деле, мы просто только что обсудили про вопросы у чат-гпти по этому поводу, и у нас прям дискуссия была, у нас есть люди, которые спрашивают что-то у чат-гпти, и есть люди, которые совершенно им не доверяют. Ты в какой лагерь? Я не знаю, я просто, я пользовался чуть-чуть отечественными аналогами, которым там попроще доступ, Яндекс, по-моему, Сбер, да, ну вот Кандинский, ну Кандинский мне очень понравился как раз, когда тебе надо накидать слайдов с какими-то прикольными картинками, а там на них кто там копирает какой-то в сети, то что-то, а ты говоришь, а вот сделай мне такое, и он что-то выдает, что можно в эту презентацию воткнуть, то есть презентации точно делать быстрее, вот, и это, по-моему, очень, очень хорошо, короче, истинная печать прогресса, вот, но что касается там кода, нет, то есть прогаллюцинации сегодня еще будет, и если, уже не будет, да, черт, поздно прилетающий орел, мимо пролетающий орел, да, вот, ладно, а в остальном, ну, вот, если говорить про код, про что-то, вот, что давай напиши мне это вот, то, если сам не разбираешься, то, наверное, доверять не стоит, потому что была недавно заметка где-то, что задали, по-моему, по миру Ведьмака вопрос, и звучало все очень логично и понятно, но с точки зрения того, что кто читал сами книги, там 70% была полная чушь, поэтому, наверное, все-таки во втором, с некоторым креном в сторону первого. Спасибо, но запись точно будет этого доклада про галлюцинацию, очень интересный, мы всем советуем. Спасибо. Ага, а, кстати, вот про генерацию картинок тоже была тема, я еще своим студентам предлагала, генерировать графики, изображения для статей по тексту, или наоборот, там было, ну, скорее, текст по графикам, но неважно. Ага, и хотелось это делать для русскоязычных статей, и я полезла в русскоязычные наши статьи, и там такие подписи, такие графики, что, я думаю, такая боль была бы смотреть на сгенерированные автоматически. А, то есть там все стало бы из-за такого описания еще? Там, во-первых, иногда у кого-то слишком абстрактные описания, у кого-то слишком конкретные, у кого-то графики странные и так далее. В общем, забросили мы пока эту тему. я не знаю. Ага, цитировать ли в своих статьях статьи с архива? Тоже я поясню, это такой момент, о которых я уже несколько раз слышала споры, потому что на архив на самом деле можно выложить все, что угодно, это не проходит никакое ревью, ну, то есть если мы говорим про журналы и про конференции, там есть ревью, как минимум часто там не один ревьюер, и, соответственно, когда выходят такие статьи, мы можем полагаться, что они качественные, там действительно описано правда и так далее. Что делать со статьями с архива? Непонятно, их никто не просматривал, и можем ли мы воспринимать правда там или нет. Вот. Я со своей стороны хочу сказать, что я на самом деле нормально отношусь к цитированию с архива в том плане, что если там какая-то есть идея, ну, даже если она не прошла еще никакое ревью, все равно человек предложил, группа людей предложила свою идею, и странно, и несправедливо не сослаться на них. Вот. Но, опять же, есть противники, которые нет ни в коем случае, нельзя не от ревью иные статьи цитировать. Вот. Может, у кого-то тоже есть мнение на этот счет? Спасибо за доверие. Ну, мнение следующее, то есть, как я читал по поводу прошедшей пандемии и различных статей там за и против вакцинации, эпидемических мер и прочее, в определенных областях все-таки на неревью иные материалы ссылаться нельзя, если, по крайней мере, сам не готов как-то проверить эти выкладки и вот там цифры и прочее. Ну, тем более с учетом того, что для людей далеких от науки можно, понятно, этими цифрами манипулировать по-разному, способы, чего описаны. Поэтому ссылаться, наверное, можно, но осторожно, скажем так. Ну да, действительно, зависит от области и какую информацию ты оттуда берешь. Ну да, я как раз хотела сказать про информацию, что статьи же как бы в разных ситуациях цитируются и если это не ссылка на какой-то, ну как на факт, а вот именно на идею, то чтобы написать вот они делают вот так, а мы делаем по-другому, то в целом почему нет? Даже если там ненастоящие результаты, то в целом они по сути не влияют на саму работу и если работа не основывается на статьях невалюзированных, то проблемы и нет, наверное. Ну то есть да, что касается ML, Computer Science, конечно, если, допустим, есть ссылка на исходный код, там на датасет, на модельку, тогда все проще, то есть тогда можно это запустить и проверить хотя бы результаты, если это не требует там фермы какого-нибудь размером с грузовик, чтобы это все посчитать. Я даже не знаю, не то, чтобы задавалась тем вопросом как-то сильно глубоко, но в своих статьях ты цитируешь с архива? Ну, кстати говоря, по-моему, один раз я цитировала припринтами, на которые еще не был закомичен никуда, вот, но это часто еще, мне кажется, больше происходит, когда статей в целом мало и ты такой, ну блин, хотя бы в припринте есть что-то и не только ты этим занимаешься или ты можешь хоть с кем-то сравниться, вот, потому что на самом деле ревью статей это же долгий процесс, там сначала, ну то есть это занимает несколько месяцев, и если ты можешь взять эту информацию, может быть, к концу ревью твоей статьи ты там уже закоммитит предыдущую и все сложится. может, может, у вас есть какой-то опыт, если не рядом с компьютер-сэйнсом? А у вас нет источника статей, куда не отревью иные складываются, просто выкладываются в общий доступ? Нет? А вообще к не отревью иным статьям какое отношение? Как минимум, если я цитирую какой-то фактический материал, какие-то фактические решения, цифры, выводы, но с другой стороны, действительно невежливо и неправильно, если вы посмотрели какую-то идею и она вот в такой вот виде статьи не отрицензированной, которая вот лежит где-то в открытом доступе, наверное, этически правильно все-таки сослаться на нее, если это не является ключевой, ключевым каким-то как бы бэкбоном вашего исследования. То есть, если это именно какая-то идея вдохновившая, то это просто как бы по-человечески правильно, как некоторый атрибьюшн, что вот эти вот люди навели меня на мысль. Но вот как-то так, наверное. Но с другой стороны, я немножечко из другой колокольни смотрю на все это и я не очень даже представляю хиф, это который через x. Тогда я, может быть, видел что-то оттуда, но фактически как бы как минимум у нас в Домейне это все как бы ты вынужден опираться на то, что опубликовали другие люди и в принципе чаще всего какая-то выборка журналов вот там той же геофизики она плюс-минус постоянная. То есть, если вы там публикуетесь какой-нибудь Geophysical Journal International, то вы ну там какой-нибудь вестник Томского университета вряд ли указываете. то есть там типа плюс-минус журналы того же импакт-фактора из того же домейна все как бы крутится в некотором такой не то, что прям замкнутой системе, но достаточно все-таки ограниченной. тут чуть-чуть вбок так скажем а с кихабом кто-нибудь пользуется то есть тут не про то, что отревьюин а не отревьюин а вот про как раз какие-то дорогие журналы которые требуют платной подписки. Это был вопрос просто вы как бы пришли как раз наверное после этого вопроса и я упоминал про это что фактически это независимо от страны проживания исследователя независимо от его финансирования грантами скажем так это делают почти везде и с iHub известен в общем-то и в Европе и в Штатах и на Аляске и на Гонтактиде. Замечательно. Ну я к сожалению мало пишу статей но знаю что вот про и про Arxiv и про SkiHub я знаю когда надеюсь что все-таки где-то соберусь опубликоваться в нормальном месте тогда серьезнее подойду к этому вопросу. Спасибо. Наверное следующий вопрос это последний да? Окей последний вопрос может быть у кого-то есть лайфхаки для написания статей мы уже один слышали это второй вот будет здорово если кто-то поделится ну наверное давайте я начну наверное наверное мой процесс написания статей это когда сначала все скидывается в непонятную кучу пусть они никак не связаны предложения друг с другом мысли и так далее и уже когда собрался весь материал то уже он оформляется наверное если сильно абстрактно то так на самом деле мне всегда еще везло с авторами мы делили на части и надо сказать что еще они все хорошо стыковались потом хотя бывает что смотришь на статью и видно что разные люди ее писали может у тебя есть какие-то как ты пишешь спасибо я присяду чтобы не стоять честно говоря именно статьи я писал только в студенчестве но у меня часто на работе ну поскольку занимаюсь все очень всяким нужно написать какие-то внутренние отчеты со статьями их роднит то что они также должны хорошо воспроизводиться ну и также из этих отчетов должно быть абсолютно понятно о чем идет речь ну скажем если я буду писать патенты то в патентах наоборот нужно совершенно непонятно написать о чем идет речь но чтобы если кто-то воспроизведет твои результаты на него показать сказать ага вот это попадает под мой патент давай плати мне деньги и пишу я их так то есть можно начать ну часто приходится писать конечно когда работа еще не сделана тогда я пытаюсь написать какую-то или структуру или возможно то что у меня дальше пойдет вебстракт ну какое-то мини-ведение а когда работа уже закончена то ну чаще да но говорят еще знакомые что очень полезно написать заключение то есть сначала написать заключение и потом уже от него отходить и писать что ага вот мы написали заключение а к заключению привело это такая у нас методология и то сё ну вот и все я закончил спасибо мне кажется статьи на каком-нибудь конференсе это отдельная тема сюда также старый студенческий лайфхак подходит что когда нужно уже писать диплом то начинаешь с обзора литературы и ты уже три страницы написал много работы а твоей работы пока нет в основном вроде хорошо обзор литературы это самое сложное да я бы тут как раз прокомментировал развернуто мне кажется есть два скажем так общих направления как люди пишут статьи это наверное один это топ-даун такой подход а другой это ботом-ап и вот то что Елена предложила ну как бы прокомментировала это как раз вот снизу вверх то есть вы сначала накапливаете такое море море мыслей и это море мыслей постепенно обретает структуру какую-то естественным образом и в конечном счете формирует статью уже такую причесанную отполированную и я на самом деле вот ну как бы сейчас стараюсь писать в таком стиле статьи и как раз для этого вот я все думаю как-нибудь это внятно описать и вообще как это ну на каком-то примере я не знаю может стримить это на твиче что ли ну то есть серьезно я просто сейчас озадачен тем что у меня много студентов ну не много ну короче у меня студенты они не то что прямо супер самостоятельные пока мне хочется их как раз научить вот ну типа передать опыт который я там в аспирантуре получил и тем не менее диссертацию я писал как раз в обратном подходе вот этом когда топ-даун то есть это сложнее и это немножечко скажем так накладнее на ресурсы организма потому что предполагается что я держал в голове огромное количество оперативной памяти огромное количество всяких разных вещей своей диссертации там за пять лет этой аспирантуры почти и я в какой-то момент просто сказал вот у меня будет такая структура вот здесь у меня будет введение такой-то методологии там результаты заключения то есть как бы полностью структуру статьи сначала в крупном формате а потом до каждого параграфа по сути и в каждом параграфе одна идея как бы такая лаконичная в четыре там предложения если вот опять же следовать этому принципу introduce present discuss conclude вот такая вот фрактальная некоторая структура но вот опять же если ее делать сверху вниз в какой-то мере это может быть лучше получится но для этого это как бы зависит от объема материала то есть если у вас объем материала огромный это уже сложно в голове удержать тут возможно на помощь придет вот как я сейчас стараюсь это делать некоторый такой промежуточный вариант когда вы по ходу работы пишете вот то что вот эта вот штука из делькастин если кто хочет загуглить на хабре есть прекрасная статья про эту вещь когда вы атомарные маленькие заметки пишете и между собой их связываете линками то есть постепенно если таким образом начать работать например я не знаю вы на магистровской работаете вы с первого же года магистровской начали таким образом весь это во-первых дисциплинирует то есть вы делаете маленькую какую-то заметочку в конце дня то что там выяснили может быть больше может быть меньше вы делаете коммит в своей гитхабовской репозитории у вас постепенно формируется такая база знаний локальная которая вот с тем же самым обсидианом очень здорово это все работает визуализируется там граф можно построить как это все связано и вы таким образом можете во-первых сгрузить из оперативной памяти собственной большую часть в цифровом виде уже во-вторых у вас вот этот подход снизу вверх он более естественным образом наглядным вам появляется буквально если визуализировать это в виде графа ну и вот как бы скажем так гибридность подхода в том что вы все еще типа можете какую-то структуру свою ну как бы наложить на это и подогнать под какую-то уже конкретную такую структуру сверху вот пожалуй такой у меня под как не знаю лайфхак не лайфхак стратегия наверное в долгосрочной перспективе я бы сказал резюмируйте уже все закругляюсь в долгосрочной перспективе пожалуй выиграет подход вот такой вот снизу вверх если вы действительно сможете сделать этот второй мозг вот как сейчас называют это прям сейчас ну насколько я могу судить в ютубе вообще это прямо такое заряженное движение людей появилось которые вот как раз пропагандируют вот эту идею атомарность каких-то заметок там knowledge based management это вот вся вот эта история и я бы сказал если вот ну например я хочу постепенно сконвертировать свою базу знаний в голове вот в такой формат особенно потому что это может работать скажем так на ну транзитивность переноса знаний получается то есть если вы эту систему достаточно аккуратно оформили вы можете даже уйдя из института уволившись оставить что-то после себя в виде вот такой вот антологии какой-то специфичного домейна но с другой стороны может быть если нужно написать диплом это уже как бы и последние там две недели остались и нужно резко-резко то тут лучше задачиться попробовать скомпилировать в голове все что у вас есть в оперативной памяти и придумать сначала структуру а потом просто заполнять ее ну как бы по объему по сути вещами я надеюсь вам это пригодилось спасибо вам большое спасибо